Здравствуйте! Сегодня, 8 декабря, мы находимся на концерте To Easy Finishing, группа на нашей первой сцене, группа Солва Райз. Мне очень нравится, я давно слушаю, знаком, давно с их творчеством, и очень здорово, что они сегодня выступают. Раньше были позвачки, а это мои лучшие друзья, я с ними живу и процветаю. Петя, Петя, что ты, это, почему ты, ну ладно, не важно. Я тоже очень люблю эту группу, я спала с их гитаристом, потрясающе было, она мне написала еще, а еще пустительная история, короче, а, нет, не да. Я не знаю ничего о концерте, поэтому я сегодня приезжаю, без того, что я не знаю. Русский язык, без того, что я не знаю. Какой концерте мы говорим? Дай мне среднюю скульпы. Мы представляем вам большое интервью с вокалистом Соло Райз. В 2010 году ваша группа сменила название и кардинально изменила стиль. С чем это связано? Ну, я не скажу, что стиль кардинально изменен, стиль, в принципе, мы развиваем то, что мы делали до этого, просто обретает новые формы. И название было сменено, смена состава, смена людей, там, и, как бы, нам пришлось это сделать, мы бы с удовольствием оставили то название. Оно было более, ну, а теперь такое, а по поводу изменения стиля я могу сказать то, что, в принципе, тематика и то, что идет изнутри песни, оно осталось, то, что форма меняется, содержание тоже. Хотелось бы, да, спросить, а какие влияния вы могли бы назвать на ваше творчество, то есть, и как и твое сольное, так и раннее творчество группы, так и вот уже, которые сейчас. А ты что думал, какие-то группы, которые... Ну, какие-либо исполнители, но я, в том числе, совершенно разные, и вот, просто насколько я знаю, вот, и мне очень довольно интересен был тот факт, то, что ты увлекаешься таким старым панком, там, Егор Летов и так далее. Конечно. Гремучая смесь, я люблю электронику, понимаешь? Электроника, Егор Летов и современные, там, тяжелые группы. Совмещение и дает результат, понимаешь? От Егора Летова текст, от электроники сам знаешь. Ну, особенно... Аранжировка и современная группа, ну, все это общее звучание. То есть, это то, что и делает группа такой, которая есть сейчас. Ну, просто, например, во многих песнях, особенно в твоем сольном творчестве, влияние Летова по текстам, ну, особенно, в песне, например, ебанутые. Вот. Оно просто очевидно. Ну, ебанутым стало, а сейчас уже не только сольное творчество, оно уже вышло. Ну, уже, да, да. Но изначально это было твоим сольным творчеством. Ну, так вот я вижу мир, мне нравится, да, Летов, мне нравится старое наследие, вот это вот, где важен был текст, важен был протест. Сейчас этого ничего нет. Одни гомосеки, понимаешь? Всем насрать на всех с большой колокольной. А вот, чтобы за душу брало что-то честное, понимаешь, сейчас этого вообще нету. Поэтому я стараюсь оставить это и развивать это. Но я думаю, что кому надо, тот это оценит. С чем связаны некие социальные мотивы в последних песнях? То есть, что я имею в виду? Ну, множество песен сейчас вышло таких вот, там, 282, вот, революция мир насекомых, вот, ну и так далее. Во многих песнях присутствует некий социальный мотив. Да, садитесь марш. Я тебе скажу, что это была проба. Ну, я не могу остаться равнодушным, что в стране происходит. Но, в целом, это, как бы, ну, во-первых, ничего не даст, ну, то есть, ни на что не повлияет. И, в принципе, я забил на это. То есть, это были пробы, как бы. Я, по моему мнению, неудачно пробовал. То есть, я... Пусть социальной тематикой занимается, там, кто-нибудь другой, там, Ляпи Струбецкой, еще кто-то. То есть, я попробовал, мне это не понравилось. Больше вы, ну, как, не услышат публика. Ну, просто это было очень неожиданно, учитывая то, что... Не, я просто люблю экспериментировать. Я это попробовал, ну, неудачно, по моему мнению. Поэтому, нет, может, кому-то нравится, но, в целом, это не мое. Ну, это было довольно, так, интересно. Ну, в тот момент, да, это было прикольно. Ну, в контексте альбома того «Душавая сталь», например, нельзя взять. Он вообще хаткоровый альбом, который отличается. Во-первых, там нет скрима вообще, ну, в этом альбоме. То есть, это... Хотел быть как-то... По-другому взглянуть на музыку, но... Понял, что это вообще... Ну, проба просто была. Я люблю эксперименты. И, в принципе, социальной тематикой какой-то неудачный мой эксперимент, так что... Угу. А вот тогда такой вопрос насчет упомянутого того альбома «Душавая стань». Насчет него ты сказал то, что... Этот альбом... Как это там... Российский альбом для российского слушателя, да. Да, да, да. Я имел в виду то, что я скрим как бы убрал все вот эти экстремальные вокалы. Да. Ну, в целом, тоже такая проба, в принципе. Ну, я считаю, что это немножко... Экспериментальное что-то такое. Отход от основной конвы, как бы. А в чем, по-твоему, основная специфика альтернативы в России? Все-таки вы одни из выдающихся представителей альтернативной социальной сети в России. В смысле, ты меня в виду в каком контексте смотрел? Музыка там или что? Ну, что отличает, собственно, российскую альтернативу, представителем которой вы являетесь, например, от какой-нибудь зарубежной? Вот. Все-таки у нас она очень самобытная. Ну, да. Ну, Слава. Ну, говнорог это и есть, понимаешь. В России, да. То есть это... Это говнорог, понимаешь. Говнорог. Да. В любом случае. Даже... Преемственность от говнорога какого-то. Нет. В смысле сам подход. Это все, понимаешь. Просто на Западе зарабатываем с этим деньги. А мы выкладываем альбомы и никто не хочет. Для многих шок, когда они узнают, что надо 30 рублей заплатить за альбом, например. Вот мы сейчас хотим новый сингл на iTunes залить и посмотреть, что будет. Народ будет плеваться там, наверное, я не знаю, на что там. Подумать, что мы враги народа, понимаешь. А у нас... Назад продались. Да. Ну, просто это нормально на Западе, понимаешь, когда человек зарабатывает деньги, да, тем, чем делает, то, что он делает. Это нормально. Он делает работу, он получает за это деньги. Для нас это вот такие глаза, люди сейчас будут в шоке, что мы сделали, продались. А это нормально. Так вот, поэтому у нас говнорог и есть, понимаешь. Потому что деньги не вкладываются, никто еще не получает, все играют для души. Когда начинается зарабатывание денег, народ начинает совершенствоваться. Пытаться там как-то улучшить, чтобы там наебать. Мы так играем, мы будем круче играть, понимаешь. У нас есть мотивация на Западе, а у нас ее нет. На курице там, блядь, побухают и что-то там поиграли. А вот мы в музыкальных. Это все неправильно. Другой подход должен быть как на Западе. Тогда это будет шикарно, понимаешь. То, что отличает Россию, это русский текст должен быть. Чего тоже мало. Мало какая группа уделяет внимание текстам в России. А это зря. Потому что русский язык, как говорится, богат и могуч, понимаешь. А мы вот не уделяем внимания. Я вот стараюсь в этом плане что-то делать. Ну это заметно, да. Вот. Далее хотелось бы спросить о том, что ты еще заявлял о том, что эпоха андеграунда закончилась. Вот. А по-твоему какие-то сейчас есть качественные изменения там с тем, что было в нулевые годы и с тем, что сейчас? Ну, конкретно, если говорить о примере вашей группы. Мои слова были как какой-то, можно сказать, взгляд в будущее. И какая-то как с надеждой, понимаешь. Это была надежда. Но надежда не оправдалась. Мы как варимся в этом говне, так и варимся, понимаешь. Вся эта русская альтернатива. Для тебя просто никто не вкладывает в это деньги. Ну а как же там A1, например, был? Так A1 был. У нас крутили наши клипы, да, по A1. Спасибо большое. Но сейчас это рэп, понимаешь. А рэп это кал. Вот. Поэтому мы как бы сейчас с A1 не дружим. Там один рэп, правильно? Что надо делать? Поэтому это ушло в глубокую жёпу сейчас. Наша вся альтернатива. Но! Хочу сказать, что мне кажется, если мы будем вместе что-то делать, соберёмся вместе. Там группы не будут ругаться, не будут друг на друга что-то выёбываться. Кто лучше, кто хуже. Соберутся сделать фест пиздатыми, да, вот как будут бактузировать. То мы, блять, должны нормально. Но тут ещё с организаторами нужно. Нет. Всё будет нормально. Надо держаться вместе, как в своё время, когда был Капкан. Он держал под своим руководством несколько групп и они вместе создавали какую-то коалицию. То, чего сейчас не хватает. Сейчас все разбрелись и как бы разруха. Альтернатива. Группа Соларайс. Ощущала ли она на себе какое-либо влияние уже того стиля, в котором играет. То есть стереотипа, навязанного стилем. У каждого стиля всё-таки есть некие стереотипы. Ну что, влияние как оно должно быть? Я имею в виду то, что, ну вот, например, всё-таки эти вот нулевые годы. Мы тогда были вместе с Эммо-волной, с Металлкор-волной. Это мы с этим и скоро тело не будем. Вот. И там как бы тоже были некие стереотипы. То, что вот там, не знаю, там Эммо, там всё такое, Металлкорщики, там не знаю. Ты имеешь в виду сейчас отголоски этого? Нет, нет, нет. Я имею в виду то, что... А сейчас, например, есть стереотип там какой-нибудь о пост-хардкорщиках там, о том, что они там все продались. Вот. И, не знаю, некоторые и про вас так говорили. Вот что... Я тебе скажу, просто понимаешь, вот это всё, что ты говоришь, там Эммо-клор, да? Пост-хардкор. Это не мы стереотипы, не мы рапы стереотипов, а мы это открывали в России, понимаешь? Эту музыку в России. Мы начинали Эммо-клор. Тех, вот. Мы начали пост-хардкор. 2009 год. Песня «Кислород», например, да? Пост-хардкор чистый. Не принято. Нет, ну вот я-то считаю. Тогда ещё вообще никто об этом даже поиск не думал. Так что мы сами что-то пытались сделать новое. И дальше мы сейчас, дальше что-то новое делаем. То есть, нет такого, что мы... Ну, там, по-кулицовому стилю. Что-то примерно так. Ганс, не собираешься ли ты на «Поле чудес»? Да. «Поле чудес», я не знаю, мне когда будет 70 лет, тогда пойду на «Поле чудес». Я думаю, там, пока ещё меня не ждут, понимаешь? Ещё рано? Возрастной, да. Контингент. Нет, ну... Бабушки там с этими, с оленями там, с огурцами. Потом ещё... Нет, ну давай поженимся. Я вёл тоже. Я просто тоже гороскопами увлекаюсь. Нормально. Ну это да. Нет, я люблю Бузееву, да. Я решил с ней лично пообщаться. Меня пригласили, редакторы. Я поучаствовал в прикол. Спел песни, басали. Ну, я нормально, да. На «Званом ужине» тоже побывал. Так что... 13 января начнётся эфир. Так что, смотрите, ребята. Всё. Посмотрим. Вот. Ну и в заключение, наверное, хотел бы спросить, а что бы ты пожелал, собственно, зрителям и нашим подписчикам? Я бы им пожелал больше эмоций. И не стареть. И оставаться такими молодыми. Раз вы подписчики этого хуртила. Парни-то, значит, у вас есть что-то, наверное, что-то. Не пропейте со мной, и занимайте себе видео. Не пропейте со мной, но ты мой подрядникон. Твой терминого конь. Небеса ты меня, как я в небе отнял. Я к лучшему, отскал знамены, чтобы не слышать, где-то спрят. Только раздал, готовый пел, а ведь улетел, тебе не снял. Так, концерт уже подошел к концу. Вот. Какие можно сделать выводы? Охуенно! Просто не въебать. Но в целом спорить я не могу, потому что на самом деле, это правда, пляж. Кто будет говорить, что-то не вредит, без кролета, я хочу видеть тело, чувствовать плоти, но еще нет, насквозь проколоть ее вечная ретность. Ружит мой мозг, слишком частые взмахи бушующих рост. Лучше мне умереть, чем достаться другой. Как могла ты подумать? Ведь я не такой. Она, она, больше, чем даже я.